Коммерческие интересы преобладают над разумом, почему США призвали Германию отказаться от Северного потока-2. 16 декабря 2018 года, 17 часов 49 минут Георгий Масалов, Марианна Чурсина госдеп США призвал Германию прислушаться к опасениям соседей и отказаться от реализации проекта Северный поток-2. По мнению представителя американского внешнеполитического ведомства, безопасность некоторых стран будет подорвана этим трубопроводом. При этом в Соединенных Штатах не уточнили, о каких именно государствах идет речь. В Совфеде обвинили Вашингтон в попытке вмешаться во внутренние дела других стран и предупредили о рисках такого подхода для международного сотрудничества. Эксперты отметили, что США волнуют только собственные экономические интересы, а потому они игнорируют позиции стран, которые поддерживают Северный поток-2. США призывают Германию отказаться от газопровода из России в Европу Северный поток-2, предлагая Берлину прислушаться к опасениям многих соседей. Об этом заявил заместитель официального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Роберт Паладина. Также по теме. Принято под давлением США, в России ответили на резолюцию Европарламента против Северного потока, два резолюции Европарламента с призывом отказаться от строительства газопровода Северный поток-2 из России в Европу принято под. Резолюция Европарламента от 12 декабря подтверждает важность Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода Северный поток-2 как политический проект. Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом, сказал он. При этом Паладина не пояснил, о каких конкретно соседних с Германией государствах идет речь. Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС отменить строительство газопровода. Депутаты назвали его политическим инструментом Москвы. При этом документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению. Однако американская позиция против Северного потока-2 обусловлена не якобы опасениями, что Россия будет влиять на Европу с помощью газопровода, а стремлением поставлять в ЕС собственный жиженный газ, отметил заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чапа в разговоре с Арти. Позиция американцев абсолютно понятна, потому что их коммерческие интересы преобладают над разумом, над всем, что они сейчас делают. Попытки продавать свой дорогой СПК, вот единственная суть. Открытый лоббизм своих компаний их не волнует ни Германия, ни чьи-либо другие интересы. Их волнуют только свои собственные, сказал он. При этом заявление представителя Госдепа, это грубая попытка вмешаться во внутренние дела европейских государств, подчеркнул глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Нам представляются крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества попытки Вашингтона доминировать и вмешиваться в дела других государств. Такая линия напрямую противоречит интересам любых стран, не являющихся сателлитами США, написал он. Фейсбек. Противоречивый Вашингтон, отметим, что из соседних с Германией стран против Северного потока, два выступают Дания и Польша. Варшава, как и Вашингтон, утверждает, что российский газопровод – это политический проект, задача которого оказывать влияние на Европу. Также по теме. Союзник превратится в противника, как США пытаются отговорить ЕС от строительства Северного потока, два пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резолюцию Палаты представителей Конгресса США, в которой они призвали прекратить. «Я знаю позицию правительства Германии, что это деловой проект, но никто не верит в это к востоку от Одера», – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моровецекий. «Мы, европейцы, теперь должны платить россиянам за газ, а они заработают много денег, чтобы вкладывать средства в свою систему обороны». В Дании также заявляли, что в проекте присутствует политический элемент. На основании этого Копенгаген не согласовал строительство газопровода, часть которого проходила по датской территории, в ведущего компания – оператор строительства. «Нордстрим, два Эйги», поменяла маршрут. При этом в Австрии к строительству газопровода относятся как к экономическому проекту. Об этом 14 декабря, комментируя резолюцию Европарламента, заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Республики Питер Гушельбауэр. Позиция Австрии в отношении «Северного потока-2» не поменялась после принятия резолюции в Европейском парламенте. Он по-прежнему рассматривается как экономический проект, сказал он. Выгодным «Северный поток-2» считают и в Чехии, отмечал в сентябре министр промышленности и торговли Республики Милан Ржепко. Реализация проекта выгодна для Чехии, сказал он. Однако в Соединенных Штатах отстаивают собственные экономические интересы и используют опасения многих соседей в качестве оправдания. Поэтому и игнорируют позиции сторонников проекта, отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Они ни к кому не прислушиваются и продвигают свою линию, а она простая, не покупайте российский газ, покупайте наш, американский СПК, он вроде как правильный, а российский газ неправильный, сказал он Арти. При этом Юшков подчеркнул, что Вашингтон противоречит сам себе, выступая против российского газа, он требует сохранить транзит того же газа из России через Украину. Вроде как это увеличит зависимость Европы от российского газа. Тем самым Россия якобы получит возможность манипулировать европейцами и так далее, все, что мы давно уже слышали. Но буквально в том же предложении они говорят, что очень важно сохранить именно украинский транзит российского газа. И вот там-то российский газ как бы безопасный, указал эксперт. Россия готова сохранить транзит, в то же время сама Германия выступает за строительство Северного потока, два которой, по мнению Берлина, будет выгоден немецкой стороне. Так, в сентябре этого года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставка природного газа из России позволит Германии выполнять договоренности по климату, которые ограничивают использование других энергоресурсов. В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России, сталкиваемся с проблемами при осуществлении договоренности о климате. Наша потребность в газе на самом деле будет расти, отметила она. Позже о выгоде газопровода из России высказался и министр экономики и энергетики ФРГ Петр Альтмайер. При этом он отметил, что и после запуска Северного потока, два транзит российского газа через Украину должен будет сохраниться. Также по теме. Попытка политизировать проект. В России ответили на заявление премьера Польши о Северном потоке, два пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачной инсинуацией заявление польского премьер-министра Матиуша Муравеца Кавуап. Мы считаем правильным и необходимым реализовать Северный поток, два, но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ Европы, сказал министр. Украина выступает против строительства газопровода, так как Киев опасается, что Россия откажется от транзита газа в Европу через украинскую территорию. Таким образом, украинские власти потеряют один из источников дохода. При этом в России подчеркивали, что готовы продолжить транзит в том случае, если это будет экономически целесообразные судебные споры между Газпромом и украинским нафтогазом будут улажены. Что касается Северного потока, два, господин президент США Дональд Трамп. Артиев высказывает озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит, отметил президент России Владимир Путин после саммита с Трампом в Хельсинки 16 июля.